Это выездная школа вторая у этих ребят. Первый раз они были на выездной школе осенью. По нашим планам выездные школы это такой особый дополнительный формат к их олимпиадной подготовке в школе, на котором мы разбираем нетривиальные темы, темы на которые нет в школе достаточно времени, решаем практикумы. В этом сезоне на этой выездной школе у них была география, общество знания и история. На этих предметах они глубоко изучили процессы урбанизации в России, на истории мы с ними говорили о социально-экономическом развитии, решали практику, мы работали со статистикой экономической. По обществу знания они работали социальной статистикой современной, разбирали статьи. В общем, для ребят эта школа была очень насыщенной и, я надеюсь, увлекательной. Занятия вообще шикарные, мне все понравилось. Выделить могу, наверное, ну вот сегодняшнюю пару. По истории мы разбирали конкретно 17 век в истории России. В последние два дня у нас были пары, получается, каждые 4 пар, суммарно 8 пар по истории. Разбирали в основном социально-экономические положения, страты, структуру Руси 17 века. Ну, было достаточно увлекательно, как все это формируется, как люди, в принципе, жили в то время, и это запомнилось. Было здорово. На географии особенности русской урбанизации разбирали. Тоже интересно это все применять, ну, на нашу жизнь, в принципе, понять, как у нас города развивались, как население в них разбиралось, перебиралось и так далее. Это тоже. Мы общаемся с нашими одноклассниками очень активно, ходим на вечерние мероприятия, которые организовывают для нас наши вожаты. Они очень уютные. У нас были квесты, в основном квесты. И вчера, по-моему, было задание, типа, импровизации. Оно было увлекательно. То, как мы с соседями по комнате встречали Рождество, правда, католическое оно все-таки. Просто достали бутылку кваса, не самый рождественский напиток, но тем не менее. И, так сказать, встретили, отметили, пожелали друг другу каких-то успехов в будущем году. Затащить в Сирос хочет каждый, но какой-то прям цели у меня нет. Просто увеличить свой кругозор и в целом получить новые знания. В будущем году я бы хотел, наверное, затащить в Сирос. Да. Приехать сюда еще раз. Коллегам в новом году, естественно, желаю стойкости, настойчивости. А своим ученикам желаю успехов и желаю приумножить те результаты, которые они достигли. Для всех очень надеюсь видеть в заключительном этапе в их 11 классе.